5 июня 2005 года на рынке «Старый город» был заключен первый договор аренды, и уже 16 лет более 400 человек трудятся и обеспечивают гостей и жителей Бреста белорусским трикотажем и не только. Покупают товар оптом и в розницу, потому что красиво, да и качество говорит само за себя. Вот уже несколько месяцев предприниматели будоражат очередное нововведение законодательства, которое вступит в силу с 10 октября нынешнего года. Принимать наличные в качестве расчета за товар можно будет только с кассовым аппаратом. В свете последних постановлений Совмина и Назбанка Республики Беларусь у наших предпринимателей возникло очень много вопросов. С этими вопросами они приходят в администрацию рынка «Старый город». Но мы тоже не всегда компетентны ответить на эти вопросы. Поэтому я связалась с Людминой Николаевной и попросила их организовать у нас встречу представителей налоговой инспекции. Представители налоговой инспекции Московского района приехали на встречу. Пришло и множество предпринимателей. Так как нововведению они, скажем честно, не рады, по желанию присутствующих самые драматические моменты пришлось оставить за кадром. Для тех же, кто действительно хотел узнать новую информацию, встреча получилась насыщенной и познавательной. Я думаю, что наши братья-россияне, я думаю, те, кто в Россию ездят и покупают, видели, что везде эти кассы и даже у них на рынках. Поэтому пришло время и нам меняться и, соответственно, подстраиваться под условия, которые нам диктуют жизнь. Каким образом оформить возврат товара, если отчетный период, в котором он был куплен, уже прошел? Можно ли хранить личные деньги на торговой точке? Пробивать ли покупку из нескольких вещей одним чеком или на случай возврата разными? Один за одним звучали вопросы, и ни один не остался без ответа. В течение дня, может быть, пройти, что не было ни одного клиента, не было выручки. Соответственно, будет выручка показана с нулем, и закрытие кассы тоже будет производиться с нулевым этим показанием. Многочисленные вопросы были именно по сдаче выручки. Надо ли, необходимо ли, в каком размере, в каком количестве. Да, было разъяснено, что соответствующие документы Национального банка, и банк дал очень-таки хорошее послабление для субъектов хозяйственной. Поэтому каждый субъект самостоятельно определяет порядок и сроки сдачи этой выручки. Еще были вопросы по поводу ошибок, потому что люди, которые не работали с кассовыми аппаратами, возникают сложности. Ну, нечаянно палец соскочил, вместо 10 рублей, допустим, пробито 100 рублей. Как в этом случае поступить, как правильно аннулировать этот чек, считается ли он это выручкой. Ну, объяснили, что это является ошибочно пробитым чеком, что нужно сформировать и заполнить реестр ошибочно сформированных чеков, соответственно. И что это не считается выручкой, а выручкой считается только та сумма, которая непосредственно поступила в кассовый аппарат. Вывод прост. С нововведением придется смириться, научиться работать по новым правилам или уйти с рынка. И это все понимают. Я думаю, что процентов 30-35 предпринимателей закроется. Сегодня большинство предпринимателей, которые остались в этой сфере деятельности, это по большей части пенсионеры. И для них это сложно. Так, таковая молодежь, она уже не хочет продолжать эту работу. Они уже работают все по-новому, уже очень сильная интернет-торговля развита. Как бы там ни было, все равно весь мир движется к цивилизации, поэтому мы должны как-то этому соответствовать.